Добрый день, господа и примкнувшие к ним дамы. На фоне едет машина, у нас виноград и мы с Иваном, как всегда, на даче и пьем очередной не очень бюджетный вискарь. Мы продолжаем эту серию, когда нас обвиняют. Я, наверное, в одну неделю вот лупану просто. Нас сказали, говорят, что вы пьете дешман. Ваше денег нет. Нате вам. Сегодня это 12-летняя Кинтошин. Ваня, вещай, что это за бутылка? Так сразу, сразу. Что меня очень удивило, поставка в Мадрид. Это шотландский виски, поставка в Мадрид. То есть бутылку нам привезли, которая должна была продаваться в Мадриде. А может, это самолет с этим, с Протасевичем? Сняли сюда, да. И в Белкупторг. Ну что, кто-то оттуда летел, вез себе домой. Надо же заработать на этом деньги, да. Ладно, Кинтошин, 12 лет. Дистиллерия старая, 1823 год. Значит, регион Лоуленд. Вообще не знаком с ним. Да, это равнина, насколько я помню. Но это низина, Лоуленд. Лоуленд. Ну, значит, что у них получается. Мы, наверное, не пили ничего, да? Ну, по крайней мере, не записывали. Ну, был у тебя Кинтошин один. Американок, да. Да, я его попробовал просто. Ну, я уже, честно, помню. Ну, я имею в виду, что вообще, в принципе, Лоуленд, это, ну, не то, что бедное, но там довольно мало дистиллерий именно вискарных. Там... То есть это больше одно солото? Нет, типа, есть Payside, в котором, типа, это сердце дистиллерий. Там очень много, не помню, там несколько сотен. Вот. И на, ну, на небольшой площади. Вот. На Лоуленде там, не знаю, раньше, по-моему, там 3-4 было. Точно Галентинчи помню. Еще какая-то вот. Сейчас вроде больше стало. Вроде открыли там еще несколько. Ну, то есть все равно, там их не так натыкано, допустим, как где-нибудь. Да, да, да. А, или там, или... Да. Ну, понятно. Вот. По Дохин Толшину, ну, 12 лет выдержка. 40 градусов. Да, это 40 лет, кстати. Да, то есть... Ну, что, открываем все. Будем пробовать, да. Будем нюхать, пробовать. То есть, чего долго говорить о том, что... Почки... Так, вылезли вот давай. Ну, на бутылке написано здесь. Хересные и бурбоновые. А, херес-бурбон. Да. Ценник. И, конечно, лучше перепроверить потом, когда будешь записывать, но, по-моему... Ценник данного вискарного напитка. Ух... Давай коробку под 100, чтобы... Я стебусь. Ценник... 120, там, рублей. 120. Ну, круче 50 долларов. Около 50 долларов. Да, 50. Не видно. Ну, то есть, за 0, в принципе... Начальные стоимости... Базовые, базовые, 12-го, типа, да. Ну, давайте так, возрастных виски, которые уже идут с указанием возраста обычно. Потому что безвозрастные, они, как правило, подешевле. Ну, как правило... Либо, которые с понтами, они могут быть в этом... То есть, правило, смотри, что указывают? 8, 10, 12. То есть, как правило, односолодовые производители... Производители односолодовые виски. Они указывают, как правило, 12 лет. Некоторые, как бы, Андрея, начинают с 10. Ну, не все. Лафройк указывают. Нет, лафройк, это вообще другого рода напиток. Там, ну... Ну, да. Там свое. Там ПТМ и все. Некоторые восьмерку указывают. Оттуда. Вот. А меньше точно не указывают, потому что невыгодно производителю писать. Это, как бы, не будет красиво в глазах народа смотреться, что типа... Ну, что это такое? 5 лет. Ну, что вы нам тут даете? Да нет, просто пишут безвозрастные. Ну, они не пишут безвозрастные, они просто не указывают. Ну, что, наливаем. Давай, наливаем. Так, здесь, насколько я помню, и этот... Тут сахарный колер, походу, есть по цвету, я смотрю. Ну, они не пишут, кстати, насчет сахарного колера, но цвет очень такой насыщенный. Если его на самом деле нету, то это очень здорово, но у меня ощущение, что его добавили, потому что... Ну, по цвету прямо... Ну, прямо из бутылки такое чувство не есть. Потому что по цвету это, извините меня, это уже где-то в Глендронах. В Глендронах 18, когда даже, мне кажется, была не такая темная... 18-ая была сильнее. Не знаю. 18-ая прям янтарная, янтарная. Мне не больше, чем себе, потому что... Ну, сейчас... Этого нам хватит на обзор за глаза. Да, холодная фильтрация есть. Ну, кстати, насчет холодной фильтрации, если уже вроде как бы не говорили об этом. На самом деле, от большего это не влияет ни на что. Просто... Ну, что такое холодная фильтрация? Это конечный напиток, его просто охлаждают до температуры, и там образуется осадок, который убирают. Нет смысла делать холодную фильтрацию для напитков выше, там, 50 градусов, как бочковой крепости. Потому что там сильная структура. Начинаю нюхать. Сильная структура, и, ну, она не разлагается. То есть, что ты делаешь холодную фильтрацию? У меня легкое тактикоманство, пока ты говоришь. Вот. Еще плюс хотелось сказать по поводу... Это единственная Hintoshin. Одна из единственных, по-моему, еще какая-то есть. Не помню, какая. Ну, не суть важна. Именно Hintoshin делает тройную дистилляцию. То есть, это их отличие. Они, как бы, выбрали себе, что... Тут так и написано. Трипл дистилляции. Да. То есть, есть, как бы, поклонники того, что дважды хватает. Это большинство шотландцев. Вот. Но обычно... А, кстати, по поводу этого там же... Let it roll off your tongue. По поводу того, почему тройная дистилляция. Ходит такая легенда, что когда вот в 1823 году открывал, получается, эту дистилляцию, ее открывал в Шотландии Ирландец. Ребят, чувствуете, что это Беларуи? Знаете, уборочная. Трактора. Да, фига. Чувствуется, что это, знаете, октябрь месяц начался. Вот. Открывал, получается, ирландец на территории Шотландии. Ладно, ну, лучше подождем, наверное. Потому что... Да нормально. Он там... Ну, будет и будет. Вот. Открывал ирландец. И поскольку в Ирландии это, типа, классический, как... Ну, не рецепт, но у них, типа, традиция такая. Делай тройную дистилляцию. Он для того, чтобы это делать для ирландцев, он сделал тройную дистилляцию. Вот. И до сих пор, типа, сохранилось, что, типа, нужно делать тройную. Ну, опять же, это больше как легенда, но... Ну, делай это, делай. Некоторые говорят, что история. Делай это, делай. Да. Давай нюхать. Ой, хорошо пахнет он, честно говорю. Мне нравится этот запах. Короче, запах хорошего хересного вискаря. С хересной бочкой. Да, то есть... Ну, то есть фруктовость, вот это вот. Цветы какие-то, полевые такие. Цветочность. Я бы сказал, что здесь какая-то цитрусовость вот есть. Да. Да. Кстати, кстати, даже может быть не лимонная цитрусовость, такая сладенькая. Нет, здесь скорее что-то к апельсину ближе или, может, грейпфрут. Не знаю, ну, что-то такое. Вот, наверное... Не, наверное, не грейпфрут. Как-то это... Мандарин. Ну, что-то вот туда. Вот, наверное, мандарин ближе, потому что это именно сладенько. Потому что в апельсине тоже бывает цитрусовость. Просто грейпфруты есть, с вами, сладкие. Да? Я привык к грейпфрутам. Нет, есть сорта прямо вот очень сладкие. Ну, может быть, да. Я, может, не пробовал такие сорта. Я когда-то не у нас, а за рубежом вот именно ел такой грейпфрут, блин. Мне тоже всегда у меня грейпфрут ассоциирует с вот вот красная штука. Да, да, да. А там, во-первых, он был зеленый, и его почистил... Зеленый в смысле? Он не зрелый, они говорят, не-не-не. Я почистил, я его е... А он, вот он, он как мандарин по сладости. Ну, да-да, да, давай. Ну, слушай, приятно пахнет. На удивление, ну, даже не на удивление. Вот, допустим, опять же, я думаю, ну, его сравнивать можно с 12-кабазовой гладронах. Гладронах по запаху более насыщенный, но там больше спирта. Здесь такое ощущение, что вообще, то есть... Нет, спирт я здесь вообще нет. Тем более, что я подышал, я, получается, вчера открыл, чтобы, ну... Ну, и 40 градусов всего. Понятно, да, что... Не, ну, приятно, приятно пахнет. Давай пробовать. Давай. Угу. Короче, ну, я поклонникам тем, кто говорит, что 200 дистилляции хватает. Потому что для меня... Ну, я просто по тех... Мне технологи рассказывали, что 2 это, как бы, ну, самое достаточное. Ну, то есть, первое, понятно, там у тебя остаются там хвосты, голову. На второе они все это уходят. То есть последующие... Это знаешь как? Это можно для понта делать, но не имеет особого смысла. Я даже не для понта. Я, наоборот, считаю, что это минус. По данному напитку. Меньше остается в сырье. Да, именно таких, знаешь, типа разных ноток. Потому что сейчас он немножко пустоватый. Короче, что есть? Во-первых, классическое бурбоновое, классическое хересное напиток. Ну, дерево, понятно, все это пишется, да. Фрукты такие свежие. Но они же такие вот немножко, знаешь, они приглушенные. Ну да, но этого нет. Вот, допустим, что мы бенри пили, да. Вот там ярче все идет. Да, в галандронах там вот это. А вот там вот прямо такое... А здесь оно так помягче. Здесь... Именно вот... Я, на самом деле, встречал очень много отзывов на этот. И его очень сильно любят. И я понимаю, за что его любят. За офигительную мягкость. Он вообще просто невероятно мягкий. Я вот сейчас его покатал полностью во рту, пополоскал, по сути. Вообще жжения, как такового, практически не было. Оно вот секундное и проходит моментом. Да ну даже не то, что жжение. Оно, ну, ты просто пьешь, вот, я не знаю, иногда сок выпиваешь и бывает. Мне кажется, водил аппетитки достаточно. Тогда это основной, основной его. Это вот, это односолод. Знаете, как, ну, мы зачастую односолоды все-таки, они в баре составляются. И там знаешь, иногда вечерочком наливаешь, ну, и там бокальчик седешь, да. Вот этот, его, в принципе, можно вот просто вот так вот, ну, понятно, сидеть и прямо пьянствовать. То есть он нормально пьянствоваться будет. Как по мне кажется, у него питкость присутствует. Ну, не знаю, как для меня, конечно, это минус в том, что послевкусие, конечно, оно не смазанное. Опять же, коротковатое. Оно не смазанное, оно просто, вот, просто, вот, нету его нормального. Ну, нечего долго тут, вот, нет, вот, вот как кавалан, да, мы с тобой там пили. Нету. И ты там сидишь, там у тебя 10 минут эти приходы приходят, ну, тебе, в хорошем смысле слова. Тебе приходит вот это вот, знаете, там выпил, три минуты разговариваешь, и в это время вдруг у тебя появляется какой-то молочный привкус на языке. И ты такой, воу. А здесь такого не будет. Да, ну, надо же уже проговорить это, что мой вкус получается, херес, какие-то. Ну, то есть фруктовость. Возможно, какие-то конфеты, знаешь, такие именно. Ну, карамельность. Карамельность есть, да, она чувствуется хорошо. Мне кажется, сахарный колер здесь есть, хоть убейте меня. Ну, блин, такой цвет для 12-ки, ну, не знаю. Может и нету, ну, кто знает. Вот. Послевкусие очень короткое, обрубающее. Из того, что есть послевкусие, наверное, что у нас, цветы, наверное, тоже остались. Ну, у меня вот в языке больше кофейность осталось, да. Да, кофейность остается. Ну, кофейность этого классическая получается. Я уже не буду там расчленять это все. Это классическая хересная составляющая выдержанных напитков. Тем более 12 лет, в принципе. Вот такая фруктовая, знаешь, она вот таких вот этих, знаешь, она такая за деревом спрятанная. Вот, но она есть. Но это фрукты такие, это вот не... Вот смотри, глендронов, он больше там к сухофруктам был, а это нет. Это вот мне напомнило слива, сейчас попробовал. Есть такая слива, именно сорванная с этого. А я даже не слива, я вспомнил. Вкусы с детства. Вот на сливе или на вишне, когда смола выступает, вот эту смолу в детстве никогда не жрал? Ну, нет, я не жрал, но у меня по ощущениям там более насыщенное что-то. А мы вот малые были, там более насыщенное что-то. Вот что-то вот в послевкусии есть что-то, типа вот этой смолы. Ты имеешь в виду, что копченое тебе отдается такое? Нет, именно смола деревьев вот она проступает, вот свежая. А, еще когда свежая, свежая такая. Когда она вот с дерева... Я пой, все, 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 я пой. И там, да, и там нотки, получается... Вот тут вот эта вот сливовость такая или вишневость... Нотки ягода, и они, получается, с деревом перечленяются, да. Да, да. Ну что, наверное... Оценку? Да, мы с тобой так... Не знаю, трудно для оценки, потому что хочется... Я бы опять так сказал, что это где-то около восьми, то есть... Ну, это вот плюс-минус восемь. То есть, у меня как бы, если по вкусу разбирать, ну, вообще, типа, как напиток, как я хочу его судить, то это, конечно же, семь с половиной. Но я его хочу еще с другой стороны рассудить о том, что, типа... Но мне очень запах понравился. Вот здесь запах очень хороший. Хороший, да, классный. Он... Да, на самом деле и вкус нормальный, то есть... Он, кстати, пахнет лучше, чем пьется. Ну, не знаю, по-моему, это тройная... Если это не тройная дистилляция... Сойдешься на том, что это восемь. Я просто, ну, уже договорю мысль. Просто так, как, типа, хотелось бы семь с половиной. Но я, с другой стороны, понимаю, что многим не надо это органолептика и сидеть там что-то из себя. Ну, не каждому она нужна. Да. Многие просто выпьют даже не в том плане, что они там выпьют как какое-нибудь пойло, да. Они выпьют, им будет приятно, им это будет хватать. И это абсолютно нормально. То есть не надо им... Им наоборот, да, что там 46 градусов, какой-нибудь напиток, да, они скажут, ой, не, это крепко, это не для нас. Слушай, я вспомнил. Это нормальное явление. Кавалан мы отдавали людям попробовать. И там мнение расходили. Некоторые говорили, ой, мама, ой. Слушай, ну, давай так, типа, бочковую крепость вообще не трогаем. Я имею в виду хотя бы такие, ну, разбавленные до приемлемых градусов. Вот. Поэтому, ну, наверное, на восьмерке сойдемся. Да, что это вот... Да, восьмерочка. Такая оценка. Опять же, когда для чего это брать? Здесь, наверное, лучший вариант, это не под камин, это не домой себе в бар, чтобы потихоньку таскать. Это, наверное, лучше всего... Мне кажется, подарочный. Подарок, когда вы идете в гости, и вы знаете, что вы там принесете, и вы это будете пить. И более того, я бы сказал, что это вот зайдет любому человеку, который пьет виски. Вполне. Это вот не специфическая штука. Вот, допустим, если какие-нибудь лафроги дарить не стоит, потому что есть люди, которые... Ну, спиртное крепкое, да, оно любому зайдет неплохо. Это будет хорошо. Хорошо. Даже если человек не разбирается в том, что там, ну, в этих... В тончайших там вкусах, и тогда это реально будет... Человек выпьет и скажет, это вкусно. Да. Ладно, давай, все, давай заканчивать эту вакханалию. Да. 8 баллов мы с тобой поставили, мы и так уже затянули. Я думаю, что, ну, наверное, все на этом. Да, ваше здоровье. До новых встреч, ваше здоровье, живите богато, носите маску, как Ваня говорит, да? Ну, он неплохо пьется. В Андрея больше кофейности, здесь еще меньше. Более прямолинейный такой.